Супер нового галнасть тренера Сэлтон и Сколин Копец. Зао дай мне весь продиль про ТРФС, тренеры и ваша комментария. Ну что, обидно такие игры проигрывать, когда ты в большинстве. Во втором тайме тебя возят, как будто мы были в меньшинстве. Но с другой стороны, знаете, когда защитник, ему хотят дать передачу, он говорит, не надо, я не хочу получать, но что можно говорить о таких футболистах? Я вам сейчас сказал, ребят, если вы не хотите играть в футбол, футбол это игра с мячом, его надо получать, с ним надо что-то делать. Но если вы не хотите получать футбол, лучше заканчивайте с футболом. И тем более по такой игре РФШ всегда играл достаточно примитивный футбол. Подача, борьба, стандарты, да, это у них хорошо получается, но... ...катастрофа. Да, я измельчу, да? Тренерин, мне сказали, что заходит, когда командир в археме, когда они в археме, да, когда они в археме, то есть в археме, что-то не в археме, а не без бумбов, когда он перенет паспалит своей массажной спелитаям, когда он не придет подсажет себе, как он не придет, и когда он у него не придет спелит футбол, то это не Raythe. Поэтому у меня тут футболы очень хорошо прогнозируется, Продолжение следует... Если защитник отворачивается спиной к ротарю и не хочет получить мяч, как можно играть в футбол? Поэтому приходится выбивать вперед. Там, к сожалению, у Ульфа и Ша защитники, наверное, одни из самых сильных в игре в воздухе. Как мы хотим там выиграть? Кто у нас? Денис Ракель будет там выигрывать? Я не знаю. Остапенко? Но это без шансов. Но нельзя играть в футбол, если ты не хочешь играть с мячом. Есть прессинг с Катрэнерами Спайл Сосыгайта подать пресс? Ну, мы пытались. Мы пытались. Мы пытались делать прессинг. Но... Когда у некоторых футболистов одна часть тела больше, чем у тренера, то тяжело делать прессинг. Ну, чтобы Олег Лайзин получил мяч, он должен получить мяч от защитника. Правильно? Ну, а защитники, если не получают мяч, как Олег может получить мяч? В этом все, на этом заканчивается. Если просто выбивать, я сказал, верхнюю борьбу мы не можем выиграть. Ну, объективно. А если мы не можем от защитников начать атаку, хавы не могут получить мяч, если мяч не будет у защитников. Про все. Все. Все не хотят, что Кристор, к сожалению, не может с этим мячом побороться и обработать. Не может. Центральный боятся получать мяч. Там Артур, понятно, позиция может, но все равно, не знаю, но принять мяч и отдать можно своему. Ну, я вам сказал, у нас выходит, когда полузащитники частью тела больше, чем у тренера, он не может оторваться. У РФШ тоже они не больные, но там какая-никакая, там команда из верхней тройки. Они быстрее. Мы не можем оторваться, мы не можем открыться, мы не знаем, как открываться вообще. К сожалению, не обучили это до 20 лет футболистов. Просто эмоции берут. Ну, после таких игр, когда ты смотришь, здесь выпускаешь на замену, ты должен выложиться на 100%, а ты тачку возишь. Ну, вы переоцениваете Эдуарда, игра головой, это не его сильная сторона. Он все-таки больше скоростной игрок, дриблинг скоростной, убежать где-то головой, ну... Вещеру Шевартик, у РФС, он родил Солоха, памятый Вартус, он не только первым, там и только Винник Людовой, а и Сергея Геннонстрады. Ну, конечно, его ошибка. Там хорошая подача, ну, нет слов, подача супер. Но я говорю, у РФС стандарты, они выигрывали и чемпионство, и это самая сильная сторона. Хорошая, есть кто может дать хорошую передачу, есть кто может хорошо сыграть головой. Ну, вратарь, конечно, не рассчитал свои силы, и... К сожалению, нету вратарей у нас нормальных, кто играет на выходе, от слова совсем. Ну, вот смотрите, у меня вчера была тренировка, и после тренировки кто-то пошел на работу, да? Еще рабочий день отработал. Когда они будут прогрессировать? Кто-то учится, кто-то на тренировке. У нас бывает предыгровая тренировка, а его нету, потому что у него какой-то экзамен, зачет или работа, смена. Я им сказал, ребят, вы должны выбрать, либо вы хотите играть в футбол и зарабатывать футболом, либо закончите лучше, дайте место другим и зарабатывайте тем, что у вас там лучше получается, я не знаю. Книжку читайте, в компьютере сидите, уголь грузите, лес рубите. Я могу здесь улучшить командные действия, это единственное. Опять, мы же играли, первый тайм более-менее был, а в большинстве мы, можно сказать, там даже, наверное, имели преимущество. Но нет уверенности в своих силах у молодых футболистов, нет уверенности, они боятся. Они боятся, как я сказал, мяч получить, они боятся передачу отдать. Саш, хочется, чтобы ты одного игрока все-таки похвалил, Дениса Ракеля, сегодня отработал просто на очень высотом. Это человек, который хочет, он не хочет играть в супернове всю свою жизнь, оставшуюся, наверное. Поэтому человек хочет уехать с чемпионата Латвии, человек, поэтому он и работает за двоих, если не за троих. А остальные, я говорю, они не видят, они себя видны в футболе, но не видят. Но, как я говорю, сейчас молодежь, она вся хочет, она хочет, но ничего не делает для того, чтобы что-то добиться. Я тоже много чего хочу, но я тоже стараюсь что-то делать. Молодежь хочет, но ничего не делает для этого. Если они думают, что одной тренировки там часовой хватает, но это недостаточно с их уровнем мастерства, без шансов. Какой суперновод был с Ситием с Вайрак варту, с Денис Ракетц, 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 с Эдуардом Вишняков, с Курш нау варту с шоссе. Ну, да, вы, наверное, где-то правы, нет ударов поворотом, и поэтому и голов так нету. Я не знаю, почему они не бьют, не уверены в своем ударе, может быть. Как бы в тренировке вроде тренируем, говорим, что надо бить поворотом. Как бы я не запрещаю бить им поворотом, но я не знаю, неуверенность в своем ударе, наверное. Потому что сейчас были хорошие ситуации, мне кажется, и у Жени Минина была хорошая ситуация, не ударил, и у Ракеля Дениса была ситуация, мог ударить, и там Олег, не знаю почему. От опытных игроков как бы хочется вот этой уверенности от них, да, чтобы они где-то чуть-чуть взяли больше игры на себя. Но опять, с другой стороны, я их понимаю, когда вокруг они больше, я их успокаиваю, они больше расстраиваются там из-за действий других футболистов. Я пытаюсь сказать, чтобы они занялись своим футболом и не обращали внимания на других футболистов. Но видно, пока они не доросли еще, еще молодые в этом плане. В РФСКО Манас пресс-конференции, Виктор Сморос, после того, как драматически разговаривали, как суперноваселс, плюс тренинги, вы думаете о этой игре? Да, вторая игра, много эмоций, много эмоций, много эмоций, много эмоций, но это не очень эмоций, но об этом эмоции, и мы увидели, что это не понравилось с тем 80%. Партирукнули, мы изменили другую схему. Мы не хотели откатиться, хотели бы выиграть, и мы увидели, что это будет круто, но сейчас будет 100%. Я увидел, что спелятые это понимают, и, по-русски, второй половин, у нас было много, которые мы хотели бы оттекаться, и даже спелятые, по-русски, которые были в первую очередь. Я успел обменироваться с тем, обменироваться с тем, что мы спеллили до конца, обменироваться с тем, какая интенситация была, и это очень хорошо, когда вы играете на один момент, когда вы играете на самом деле. Я думаю, что эта игра более полезна для предыдущего матча, когда вы играете 60 минут, но здесь вы играете 90 минут, и у меня есть успеха, и интенситация была очень высокая. Я только могу сказать, что я обмиринал и об этом об этом. Я думаю, что только первая половина, когда мы были в первую очередь, у нас были очень много парфюс, но только 6 ситен, а потом 2.5 ситеном были 3 раза больше. Я попросил тебя про реализацию, по сетям изпильдинам. Шоден я попросил по сетям отражения. Соделопом, как ты узборок, как ты издалит спидиану, по первому пути. Ну, знайте, все главное, что будет играть позиционально, когда предприниматели очень много дзили. И все же самое главное – это дзили. Да, у меня были какие-то проблемы, но я сочетаю то, что нелизгалам мы были, я не могу сказать, что мы были немотивированы, но мы были как-то меры. Некасы. Друзья будет сатрума, и мы были как-то. Ну, это было как-то, но мы работали в первую очередь, но мы работали в первую очередь, и мы были желания, что это может сделать. И еще раз, когда мы работали в 1-2-3-3-5-4-5-5, так что, когда мы работали в 2-3-4-5-5, Парады то, что мы с ними гаидом, и мы приятели с нейгами вторая половина. Вторая половина половина, я хотел сказать, что это было очень августа. Риска футбол. Возможно, вы знаете, как-то схема. Возьмите жига, мараща. Первая половина половина мы хотели, Мы используем многое, мы используем за центр, и мы используем, чтобы шаурские позиции были маленькие сайсы, и вингеры. Вторая часть, мы используем 4-3-2, и используем только за флангами, но мы не хотели только центрировать, потому что не было Ильича, это были Седрика и Жанка, которые были созданы сода лауком, чтобы мы были с нами и архиево помогли. Мы не хотели только 1 пункта, мы хотели 3 пункта. И архиево сомат, и архиево сомат, и архиево сомат, и архиево сомат. Верно, когда председиники были 4-4, и у них только 2-3, и все было сомат, но это было суперновой, но это было скатеризм. Важно, что вы были сомат, Вы слышали, что предпринимательская команда более высокая, чтобы вы использовали бриво зоны? Нет, это один из этих степых сторон. Не знаю, когда минута. Я смотрел, как у нас не было. Узбруком. Но, чтобы мы были два против четыре. Да, два против четыре. У нас нет системы. Я думаю, что это будет так, что с Робертом не было удобно. Мы не хотим, чтобы он играть все игры. Но санатся так, что он играет. И, конечно, он рискал, потому что он любит играть. Как вы были сажены мальчиками? У них были очень интересны, когда они работали с бомбами. У этой игры у них есть плюсы. Почему мы его избавили? Потому что претеннёжи много сит, и это будет стипа. Но это важно, чтобы было отракать с бомбой и издать ситуацию, когда мы старпы не могли бы сделать бомбу. У нас были проблемы. Продолжение следует... ...какой эпизод, когда он клядывал ассадзий. Поэтому я приглашал Vitalию. Он был очень сильный. Я работал с тем, что противникам есть противоположные. Все это вместе. И я вижу, что это очень важно. Соленов, вы знаете, что вы с нейрогали сарканом карте, или вы ссоциацией 100% повреждены, что они не были стоят на руку? Я не видел, но не видел этот эпизод, но все асистенты, все люди в клубе, которые видят, 7-10 человек, видят, что они не были стоят на руку. Соленов, вы знаете, что вы с нейрогали, но я надеюсь, что вы с нейрогали. Соленов, вы не только в этой эпизоде, а вы с нейрогали? Соленов, вы знаете, когда мы играли, есть много эмоций. Соленов, вы знаете, что вы с нейрогали, что вы с нейрогали, что вы с нейрогали. Соленов, вы знаете, что вы с нейрогали, что вы с нейрогали, что вы с нейрогали. Соленов, вы с нейрогали, что вы с нейрогали, что вы с нейрогали, чтобы вы с нейрогали, в первую очередь у него пришли в пожалуйста с нейрогали? Зюзинам и лалукинам есть совместные. Лалукинам после спелеса против Даугавпилса. Зюгам тренинги. Думаю, что нет совместных совместных. Мы очень рады, когда мы тренируемся и спелесим в зале локуме. Это очень важно для тех игроков, которые уже не знают. Я не думаю, что мы не увидели их долго. Каспор, у нас есть совместные игроков. Я не знаю, почему. Я не думаю, что это не в воздухе. Возможно, когда вы не думаете, что это не в воздухе. Не могу сказать. Я не думаю, что это в воздухе. Поэтому я не могу сказать. Доброе утро, когда Каспор будет в Тебе. Он не будет в Слаугуме, но он будет в национальном языке. Я не знаю, как вы не сможете играть. Мне нет претензии против них. Но есть ситуация, что сейчас у нас есть много центра, для того, чтобы вы не сможете играть. Я думаю, что мы не сможем играть. только потому, что мы не имеем в какой-то организации, чтобы помогать. Мы видем тренинги, мы знаем по игре, поэтому мы рекомендаем. У каждой позиции, у каждой игре, конкретно, у Каспора, все будет оправдываться, все будет оправдываться, и ситуация у нас есть. Продолжение следует...